Друзья мои, приветствую вас. Мы опять из нашей импровизированной студии вещаем с уважаемым Любомиром. К его сожалению, а к нашей радости, не пускают обратно в Болгарию. Видимо, боятся коронавируса. Но мы тут представители двух стран, в которых, в принципе, наиболее рьяно воспринимают это событие. Это Болгария, правильно, где и карантин жесткий и так далее. Это Израиль, где полностью карантин и уголовная ответственность и прочее. Мы принимаем эти меры, все здорово. Но мы находимся в России, в стране, где к этому относятся более трезво. И спасибо господину Онищенко, который в свое время сделал определенные преграды, которые сейчас помогают, в свою очередь. Давайте спокойнее ко всему относиться. И вот звонки, которые мы совершаем в другие города России, нам показывают, что кое-где была паника. Скупали гречневую крупу, как в Петербурге говорят гречи. Ну, давайте с этим заканчивать. Потом это все придется скармливать мышам, крысам и так далее, и так далее. Любомир, ну, свое слово там, товарищ Маузер, да? Можешь на болгарском, нашим болгарским друзьям, то же самое. Ну, потом, давайте на болгарском пока. Вот так, я тоже хочу сказать, что сейчас идет такой вау негативной информации со всех сторон. И, может быть, где-то это и оправданно, что нужно серьезно относиться. Но на этом жизнь не заканчивается. Давайте мы будем говорить и о хорошем, которое есть в этом мире. Вот расскажи. Остается у нас, да. Что у нас хорошего? У нас хорошее, да. Мы приняли такое решение сейчас сделать акцент, исходя из текущей ситуации, сделать акцент на домашней лиге Всемирной Федерации Ресторанного Спорта. И решили, что карантин не карантин. Люди дома сидят, но все имеют право и вкусно покушать, и почувствовать себя хорошо. Поэтому наша цель сделать так, чтобы люди, даже находясь дома, они имели возможность прикоснуться к чудесам высокой кухни, к тому удовольствию, к той экстетике, которая иначе имели возможность почувствовать только находясь в ресторанах. И маленько посоревноваться, поскольку у нас все-таки не ресторан, а у нас спорт. И мы около этого, мы рядом с этим, а в эти тяжелые времена мы никак не можем бросить ни вас, ни тех же рестораторов, которым сейчас нелегко. Мы всеми силами, всеми нашими возможностями, они не очень маленькие, скажу скромно, будем поддерживать всех этих людей, и вас тоже наши зрители. Поэтому мы хотели бы изменить немножко формат наших передач, сделать... Ты имеешь в виду передачу Федерации, которую мы сняли... Передачу Федерации. Да, мы сняли 25-ю уже юбилейную. Таня Плетнева, которая набрала 200 миллионов просмотров в клипе с Сашей Ревой, зацепила меня она в этой передаче у нас, и скоро вы ее увидите. Но следующее, ты имеешь в виду следующее? Я имею в виду следующее. Так, и что мы планируем? Мы планируем сделать так, чтобы принести в каждый дом чудеса высокой кухни. Это так очень скромно и очень коротко сказано. Но наш известный, любимый шеф-повар расскажет рецепт, рецепт уникальный, который, ну, по преданиям, по сказкам, это рецепт царского двора. Это первое предательство, да, концерт? Да, это блюдо. Пока детали не будем рассказывать. А вопрос такой ненавязчивый, царь израильский, царь болгарский или царь российский? Ну, в конкретном случае, первое будет пророссийский. Мы все-таки в России, поэтому хозяева нужно уважать, и мы уважаем. Соответственно, это, ну, можно сказать, старинное блюдо, рецепт которого уходит корнями далеко-далеко в веках. Но это блюдо было одно из любимых блюд царской семьи. И, соответственно, мы надеемся, что благодаря нашего хорошего шеф-повара мы поможем людям дома попробовать себя поесть и почувствовать себя как царь. То, что нам нужно в наше время. Буквально, да, буквально вчера интервью смотрел, включение опять Владимира Владимировича, когда его спросили, а вы царь? Он сказал, ну, нет, я работаю. Так мы тоже работаем, и все-таки просто почувствовать себя царем, королем, королевой. Королевой тоже, да. Да, да, да. Почему бы нет? Это нормальный тренд, это нормальный и правильно. Вот мы на месте не сидим. Мы действительно выпустили вот такую книгу «Федерация ресторанов и спорта». Здесь есть гордый логотип. Выпустили книгу дневников великого советского актера Георгия Буркова. Кстати, Болгария его знали? Знаю, да. А, ну да, с легким паром, наверное, смотрели все. Да, дневники, размышления, сюжеты. Мы чуть-чуть форс-мажор Межпарламентской Ассамблеи закрыли, Атриум закрыли, это все понятно. Мы перенесли на апрель месяц это событие, и, как бы, надеюсь, оно все состоится, все будет хорошо. И еще одна новость, в принципе, для наших булельщиков и прочее. Мы запускаем под нашим логотипом пока воду, минеральную воду, которая будет во всех ресторанах мира присутствовать. И у вас, домохозяева, домохозяйки дома, она и по цене будет доступна. Это прекрасная гурная вода. Вфрс.рест, то есть вфрс, рест, это бренд, рест, рестораны и так далее. Кто рядом? Вода это источник жизни, поэтому опять это позитив, который мы так называем. Мы занимаемся для того, чтобы не болеть не только этим самым зловонным коронавирусом. Корона, король, да, вот мы блюдо предлагаем. Это и в перспективе хорошо, чем больше человек пьет воды, это же катализатор, правильно, тем лучше ему в жизни и здоровье становится. Поэтому призывать пейте воду, не обязательно нашу, но нашу, естественно, надо в первую очередь. Поскольку мы-то поставили грандиозную глобальную цель перед собой напоить, не накормить, напоить хорошей водой весь мир. Я думаю, в течение года это все увидеть, в течение прочих лет, думаю, мы будем завоевывать мир в этом деле. Да, вода, это же раз источник жизни, это поможет нам. Без воды и не туда и не туды и так далее. Помните тот самый фильм замечательный «Волга-Волга» и не туды и не суды. Ну, нашим болгарским друзьям все-таки ждем чемпионат. Мы же перенеслись на 11-13 сентября, на эту жару, на эти фрукты, овощи. Ну, мы бы и в мае провели, хорошо, ты же понимаешь, но сентябрь что-то мне показал еще лучше. Да. Ну, давайте, как и говорили, несколько слов на българском языке. Уважаеме наши приятели, колеги. Блин, ты же на българском хотел говорить. Говори на българском. На русском. Много се радвам, че още веднъж имам възможност да се обърна към вас. Надявам се да се видим по време на шампионата, който ще бъде септември месец 11 до 13 септември в България Равда. А до това време се надявам да ви се харесат нашите предавания, посвятени на Домашната лига, на Всемирната федерация на ресторантерския спорт. Благодаря. Ну, я все понял. Наверное, многократное посещение этой страны замечательное, любимое, это что-то дает. Но еще Любомир постеснялся, не сказал. По его идее у нас порядка 30 спонтанных домашних лиг в Фейсбуке и в других социальных сетях. Мы запускаем маленький флешмоб, который будет, естественно, озвучен и награжден нами. Нет. Фотографии или до минуты видеорецептов лучше, естественно, смогут появиться на съемках передачи с ведущими актерами страны и мира. Вот на нашей передаче Федерации уже 26 и так далее, и так далее. И со всеми сделать фото и заведем карту. Со всеми последствиями, как автографы и совместный фото. Это гарантированно. Да, это гарантированно. Ну и я думаю, в России будет голосование по референдуму, по поправкам в Конституцию. Мы, кстати говоря, в качестве своей поправки как раз по воде к этому времени выпустим первую партию воды. Ну и где-то мы бесплатно будем раздавать нашим болельщикам, нашим спортсменам. Те, кто пойдет проголосовать, те, наверное, получат и воду, правильно? Другие будут пить воду другую. Более дорогую, Coca-Cola и так далее. Мы ценой все-таки ударим. Менее полезная. Да, да, менее полезная. Кстати говоря, Coca-Cola помогает. Люди сейчас просто с ума сходят. Нет средств для обработки дезинфекции и прочее. Буквально вчера с этим столкнулся и искали на свое предприятие. Я хочу сказать, Coca-Cola помогает. Я уж молчу о том, что она унитазы прощает хорошо. Там хозяйки в курсе. Как ее пьют, я даже не знаю. Но хотелось бы на позитивной ноте. Чемпионат состоится. Мы всех, как вы поняли, напоить обещаем. Хорошей водой мы это сделаем. Ну и самое главное, пока все не так весело, мы будем стараться чуть-чуть вас веселить, развлекать, привлекать каким-то ивентом. Ну и, Любомир, может быть, закончишь нашу беседу. Я кнопочку нажму. Хорошо. Хоть веселой ноте можно хоть по-русски. Ну, веселой ноте я сказал, что наша основная цель сделать так, чтобы каждый зритель, каждый член нашей федерации, в том числе федерации, домашней лиги федерации, они имели возможность почувствовать себя дома, как будто находятся в хорошем ресторане. И вот этот набор положительных эмоций, которые человек получает, когда соприкасается с этим искусством, чтобы они могли получить себя дома в наши дни. Потому что одно из основных оружий в борьбе с всякими вирусами, это как раз хорошее настроение, позитив, вера. Вот это все, я думаю, что мы сами можем себе создать. Ну, вот я сегодня, для примера, пришел в гости к Любомиру и не бутылку коньяка, там, армянского или какого-то грузинского принес, а купил килограмм болгарского перца. Он не знает, что такое, он называет, как все, болгарочушкой. Но он рад, он доволен. И я думаю, вот такие позитивчики, ивентики, я думаю, все могут сделать. Мы всех приглашаем, давайте участвовать. Всем привет, огромный привет всем, до встречи. До встречи.